Прошел этот курс шикарный. Вообще шикарный. Какими сейчас ты чувствуешь, ты сидишь, за какими чувствами заканчивается все? Ну, во-первых, такое большое чувство, что действительно прошли, было нелегко, было в какие-то моменты просто брал психоз такой, что ты чего не можешь догнать? Ну, прям вот, ну, больше, наверное, диалог с собой был всегда. Это переживания какие-то постоянно, какое-то состояние эмоциональное, такое внутри буря, буря мглой и неба кроет, да. Прям вот такие были моменты, и плакали, и смеялись, и все было, вообще огонь. Курс в целом был огненным, прям вот пожар большой такой. Все, все переживали, все старались, все большие молодцы. Юра нас прокачал от и до, я думаю. Даже вчера я смотрела, как Ромка подстриг сына, я в шоке. Ну, для нулевика, вообще в шоке я, действительно, это того стоило. Ну, и, конечно, и мы выросли, и Юре было не всегда легко с нами. Так же переживал, видели его эмоции. Так же отдавал всего себя полностью. Мы его всего забираем. Разобрали на 11 кусочков. И каждый, я думаю, сейчас увезет частичку. Ну, так вообще было, ну, нелегко в любом случае. Даже вроде со стажем, да, ну, я говорю, мне так мешал этот стаж. Вот честно. Тупишь, тупишь, просто тупишь. Сложно было. Те, кто не знает, допустим, им проще. Они берут и делают так, как им говорят. А ты берешь, вроде стараешься сделать так же, да, как и слышишь, а руки делают свое. Ну, вот это вот мешало очень. Те знания, которые были, ну, прям, такой был внутри, постоянный. Должен был быть контроль над собой, над своими движениями, над своей работой. Постоянно вот работали, работали над собой, с собой. Научилась за этот курс действительно работать над собой. Прям вот старалась, думала очень много. Как будто я вообще никогда не думала, было ощущение. Просто пыталась, допустим, Юра показывает нам работу, когда подходили к болванам. Пыталась все его вот эти, по возможности, да, конечно, все эти движения повторить так, чтобы выполнить это задание, да. Ну, очень большая концентрация требовалась в этом плане, да. Поэтому тяжко было. Ну, закончили. И теперь такое, уф, теперь надо ехать домой и отрабатывать. Все, вспоминать. Каждые, каждые, каждые движения, каждые заточенные, отточенные, и где-то еще оттачивать, работать, работать, работать. Надоели все за 20 месяцев или будешь скучать? Нет, ну как надоели? Нет, я вчера говорила, что у нас пятерка вообще очень ржачная такая. Мальчишки такие молодцы. Анютка вообще. Мне очень повезло, что я жила именно с ними. Почему? Потому что каждый день был какой-то трэш. Каждый день мы там приходили, бурно обсуждали это все там. Чуть ли не до споров, чуть ли не до руганий. Но так вот, да, бурно у нас все пробежало, все это пролетело просто как один день. Действительно, приходили домой, мы садились за наш стол переговоров. Кто-то готовил, кто-то кушал в это время, да, и получалось, что мы так, а-а-а, все там обсуждали. Прикольно было. Так что, ребята, кто едет на Хэнкрафт, старайтесь жить вместе. Очень полезно. Очень. Вообще, я считаю, что это один из таких больших жирных плюсов. Мы вместе и разбирали работы, и каждое утром просыпались, там, выходишь, а там уже кто-то сидит с этой титрой, что-то что-то учит, что-то читает. Какие-то... Ну, вот, события, да, по работе, так просто по жизни. Прям просто сидели и разговаривали, общались. Ну, в основном, общались на тему учебы. Все у нас... Все было только об учебе. Все эти два с половиной месяца. Тетрадь вообще энциклопедия, да? Вообще, тетрадь, это бомбовая. Тетрадь вообще, Юра. Конечно, все продумал. Мегамозг. Реально. Тут все есть. От и до. То, что надо, действительно, для понимания, для парикмахеров, мне кажется, тут все заложено. Ты довольна собой? Нет, в курсе. С собой? Нет. Почему? Почему? Есть куда расти, есть куда стремиться. Я вижу свои косяки. Буду отрабатывать. Буду стараться. Юра, я хочу формы делать, как ты. Я еще, ну, как бы... Я... Ну, есть понимание, как должно быть. Я думаю, это самое важное. И есть понимание, над чем работать дальше. Это круто, я думаю. То есть, понятно, что чем-то недовольна. То есть, для себя ты понимаешь, чем-то? Да, я понимаю, что мне не очень нравится мягкость моих форм в работе. буду работать. Персонализацию отрабатывать, формы. Есть над чем работать. Ну, у нас есть время, я думаю, до следующего повышения я. Есть время, действительно, когда я сейчас вернусь домой. Четкая задача в голове у меня для себя. Что делать и как. Поэтому, недовольна в любом случае с собой. Первое же место. Первое, да? Я не знаю, но вот последняя неделя была до этого. я сейчас не знаю. По неделю ты был первым в школе. Ну, место это так. Есть над чем работать. Совершенства нет предела. Просто надо не забывать самых важных моментов. Самое главное, у нас есть технологический процесс, который мы, я думаю, каждый, каждый, каждый день это все проходил. И забыть это невозможно. поэтому есть цель, что отработать, как буду стараться. С человеческой точки зрения это как-то курс тебя изменил? Да, я стала больше над собой работать. Именно следить за своими руками. Ну, как бы, да, действительно, я, я говорю, я просто ну, поменялась в любом случае, я думаю, и внутри, и снаружи, наверное, незаметно. Что вы при этом понимаете? Ну, я же говорю, я стала работать над собой, именно, следить за своими руками, ну, чтобы, допустим, и мозг, и руки шли в параллели, да, допустим, не так вот по привычке делаешь, не задумываясь, а уже конкретно думаешь, что, зачем и для чего ты делаешь. Это автоматично? Да, да, ну, я говорю, параллельно мозг и руки, это однозначно. Раньше это было, как по стандарту, да, пришел на работу, ты их подстриг, все клиенты довольны, допустим, все ходят, одни и те же, ты уже знаешь каждого голову, и ты там, 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 быстро подстригла, поболтала, ну, больше такое. А сейчас вот именно мозг и руки, мозг и руки. Я думаю, думаю, приеду, буду в том же ритме, в том же духе продолжать. Это круто. Машинку с насадкой будешь брать в руки? Да я не брала ее никогда. Мне это неинтересно. Я не люблю так работать. Это априори вообще не мое. Машинка с насадкой, я не понимаю, когда люди стригут машинкой с насадкой. А черепа, что? Когда ты одеваешь насадку на машинку и ведешь, во-первых, ты повторяешь форму черепа, да, автоматически. Ты там, хочешь, не хочешь, ты ее закруглила по голове, все, это уже не, не красиво, я считаю. Ну, какая-то такая, неживая работа. Нету контакта именно с формой головы. Ты это не учтешь, да? Просто по голове снесешься. Ни о чем, старишка. Почитаешь, все направления на курсе были полезными? Может, расскажешь, что у вас было? Направления? То есть, там, помнишь, лепка, вот эта стилистика, колористика? Ну, в любом случае, все, все полезно было. Действительно, Юра постарался собрать всех сильных, да, это круто было. Все были, действительно, мастера своего дела, каждый из преподавателей. Было очень полезно, я считаю. Все, не знаю. Для меня все было полезно. Мне все было интересно. И лепить, и рисовать я вообще никогда не рисовала. Когда вот это вот понимание светотени, ну, прикольно вообще, конечно. И рисовать было прикольно, лепить еще было прикольнее. И каждый раз что-то новое, каждый раз что-то понимание, какие-то приходили, какие-то новые навыки. Прикольно вообще было. Батька по бритью у нас такой, ух, дядька был классный. Вообще огонь. Петр, Иванчук, привет вам. Вот я помню на такой вопрос, да, тебе, наверное, это так его задам. Всех спрашиваю, прошу людей сказать три слова о себе до курса. То есть, знаешь, сильный, смелый, там, быстрый. Отзывчивый, да. Три слова после курса, каким ты стал. И тебе, наверное, вот так этот вопрос задам. Я просто помню, когда в первый день ты пришла, я сразу понял, что ты крутая. Серьезно. Ну вот ощущение, что вот ты крутая, что ты такая вся опытная, уверенная в себе такая. Ну вот есть такое ощущение. Вот, наверное, учитывая вот это, да, вот как ты себя тогда характеризуешь. И вообще актуален для тебя этот вопрос. То есть, появилось ли что-то новое в тебе, что ты можешь охарактеризовать вот коротко после этого курса, буквально вот так. Три слова до себе и три после. Какая ты была и какая ты сейчас. Я стала еще больше увереннее. Это точно. Если я, как ты говоришь, была уверена, то сейчас я еще больше увереннее. Ну, реально. Я думаю, те знания, которые мы получили, их просто надо применять. Все. И все то, что нам надо было дать, Юра нам все дал. И поэтому я считаю, что, применяя именно все те знания, которые мы получили, я думаю, круче и увереннее я стала точно. Вот. Действительно. Вот я думаю, что как раз вот вот эта уверенность, да, и вот это знание о себе, да, что у тебя есть опыт, что ты уже такой мастер. Крубо говоря, вот был конфликт, не осталось ли у тебя обид, да, после этого? Вообще нет. Вообще не осталось никакой обиды. Как Юра и говорил, в любом случае все встанет на свои места рано или поздно. да, там у нас же из-за таблицы был этот, не из-за таблицы, а из-за работы, да, больше. Я же говорю, что там казалось, что люди просто ставят оценки друг другу. Все. Меня, конечно, это подкосило в тот день. Ну, как, ты же видишь, ты конфетку не можешь отличить от не конфетки, что ли? как бы понятно было, да. Ну, и в тот момент, наверное, было ощущение, что ты бездарен просто. И когда оценками это подтвердили, я думаю, ну, все, иди домой. То есть ты не сдержалась получается? Нет, я же вообще не могла сдержаться. Я подошла к болвану и понимаю, что я не могу работать. я не умею, значит, да. Я, значит, не вижу многого, да, ну, в работе именно. Для меня это было очень обидно, наверное. Я больше злилась на себя, почему, почему ты так делаешь, да, ну, ты же можешь лучше, делай. Нет, я понимаю, я так понимаю, что там был такой в том, что тебе не понравилось, что ребята оценили неправильно. Нет, получается, конфликт был у меня внутренний, да, почему, потому что я подошла к болвану, я не понимаю саму себя, я не могла понять, я понимаю, что оценки, получается, да, еще больше подтвердили, что да, действительно, ты нифига не можешь. было именно вот это вот ощущение, что я не могу ничего. От этого прям прям злость была такая. Именно именно я не выбежала, я просто вышла, думаю, сейчас пройдусь, понимаю, что меня уносит еще больше. Если бы я осталась, я думаю, мне было бы легче прожить этот момент, да, так как я была наедине с собой, у меня там буря во мне такая была. Много слез пыли. Да, все залило, кажется. Океан вышел из своих берегов. Вообще огонь, блин. Смеюсь, я вспоминаю, смешно так. Может, просто ты такая эмоциональная и такой выход нужен был эмоциям? Ну, в любом случае, я эмоциональная, да, однозначно. Во-первых, никогда не умела сдерживать свои эмоции, я их никогда не скрываю. Есть, есть, что теперь? Ну, весело мне, весело. Хочу плакать, плачу, я же девочка. Поэтому, поэтому, наверное, так и случилось. Конечно, нужен был выход. Да как? Удавиться слезами? Не вариант в моем случае. Так у меня и позавчера я плакала, когда на практике я подстригла клиента, ну, на экзамене даже. тоже от обиды на себя, от злости на себя даже. Почему? Потому что я понимаю, что я все равно что-то делаю не так. Да, и мне вот от этого меня прям бесит. Ну, ты что, тупая, блин, сколько можешь? Два с половиной месяца вливали нас, вливали, а ты отходишь и делаешь и делаешь свою какашку. Вот от этого нереально вот ну, опять это моя практика. Да, я опять ухожу по привычке, да, в свою плоскость, в свою. Не в ту, которую надо, а в свою привычную. После того случая судейство лучше стало, посчитаешь? Относительно, относительно, да. Ну, просто Юра потом всем еще раз объяснил, что оцениваем. Ну, оценивать действительно было сложно. Я, допустим, потом, допустим, выбираем пять работ и когда уже по баллам смотришь в общем, кто действительно попал в пятерку лучших и понимала, что я не всегда сама попадала в эту пятерку, да, там были перекосы. Ну, первые три места как-то всегда было проще выбрать, а потом уже иногда было непонятно. Нравилось одно, не нравилось другое и вот постоянно. Ну, это работа. В любом случае мы закаленные стали, как сталь. я думаю, прикольно. Прикольно то, что мы учились видеть формы, плоскости, частота уже была на втором плане, но тоже немаловажно. на следующее утро устроил большой разбор полетов, когда всех собрал после этого и всем реально объяснил, поставил всех. Да, я к нему зашла, утром он такой обиженный сидит, злой. Прости. Да, было дело. Ну, ничего, всякое бывает. Нет, а что залить? Было, было. залить? Смысла не вижу. В тот момент, когда ты вышла, прошла прогуляться, слезы, не боялась тот момент, что ребята на тебя обидятся, отвернулись, что ты не доверяешь действовать? Вообще не боялась. Не все равно. Я приехала сюда учиться, поэтому посчитают нужным не общаться, ради Бога. Мне же детей не крестить с ним. Я приехала учиться, поэтому учить в жизни всякое бывает, не все мы всегда нравимся друг другу, да? Поэтому нет. А что бояться? Да? Что бояться? В итоге как с ребятами все разрешилось? Ты с ними поговорила? Да, мы и дома обсуждали, кто-то бурно высказывал свои эмоции, кто-то меня понял, кто-то не понял. Дело каждого. Но в целом как бы хэппи-энд, правильно? Да, однозначно, однозначно хэппи-энд. Ну все, закрываем. Слушай, ты же видишь видео, Да. Действительно, да, действительно. Видео ображаю стреку. Да, да. Но смотри, а ты заметил разницу в судействе после этого? Ты имеешь в виду как со стороны? Слушай, я просто не прихватер на пиратах. Ну понятно. я совсем в этом профан. Ну вот со стороны как тебе казалось? То есть смотрел постоянно нарезки делал. Не могу сказать. Ничего сказать. Интересно просто. Просто видишь, я же не вижу каждого, кто-то подходит и что говорит. Да именно какой-то на работе. Я больше именно на видеосюжет ориентируюсь под музыку как бы ставить. Вот так речи ваши. У меня нет такого, что я могу сесть и посмотри, да, понимание то, что нет, то, что оценивать, да? Ну да, я особо не вникал в процесс. Да вообще, блин, вообще, ну как ты мог вообще так подстричься? Ну почему ты не пришел к нам? 111 мастеров! Даже самый плохой бы тебя не подстричь, блин. Времени не жалко. Жалко. глядя на твои сейчас плоскости, прям жалко. Честно. Вы мне все это сказали. Наверное, это показатель, что здесь особенно те, кто с нуля даже сказали. Действительно. Действительно, Юра нас научил видеть. Что дальше теперь будет? Что дальше будет? Дальше еду домой отрабатываю все свои косяки. однозначно. Работа над собой однозначно. Работать, работать, работать. Как взаимодействие будет с Крафт Академией дальнейшим? Мы с Юрой всегда на связи. Ну, договор подписать, если ты подписываешь, но я так поняла договор, то я его, кстати, Юра еще не читала, но помяла весь. Юра говорит, ты что, уснула на нем? Ну, типа того. Я так понимаю, что кто хочет продолжать дальше сотрудничество, подписывает договор при условии, что ты не берешь машинку с насадкой. Ну, это вообще мелочи жизни. Прямо. Ну, для кого-то, может, нет. Не знаю. Для меня мелочь. Ну, и поэтому едем домой. Если подписываем договор, то работаем дальше, если нет, то отучились. Goodbye. Пока. Всем пока. Получили, получили свое. Ну, я думаю, действительно, на курсе, так вот, если понаблюдать за всеми нами. Ну, выросли все однозначно. Как мы пришли и как мы уходим, это вообще разница колоссальная. Юрию удалось, я думаю, вложить в нас именно те знания и понимания, как и что должно выглядеть. Во-первых, какая должна быть форма, как ее добиться. Все у нас есть, просто иди и делай. Я думаю, каждый, каждый будет стараться стремиться к этому. И вот именно вот эти оценки, когда мы оценивали, еще больше дали понимание форм. Действительно, видим мы или не видим. И для него было, наверное, интересно, насколько мы видим то, что мы делаем. последнее, всех поблагодарить, что-то сказать, передать приветы родным, родным городом. в первую очередь, хочу поблагодарить Юру. Я так понимаю, у тебя была хорошая поддержка. У меня была хорошая поддержка. больше об этом сказать, мне кажется, тебя же больше всех поддерживают. Ну, я думаю, я вообще как бы с Казахстана, поэтому действительно, Казахстан, всем привет, Кустанай, Актау, я вас люблю. Да, все родные мои, все смотрели, тетя Зина на Камчатке, привет. Она пишет мне там, Лейлочка, да ты моя девочка, да я же жду этот выпуск, смотрю, пересматриваю по несколько раз. Ну, для меня действительно это было поддержкой. Смотрели все, все мне, кто-то в личку писал, я уже пишу, да пишите туда, в Ютубе комментарии, что вы мне пишете. Да, ну, смотрели мои многие, большинство. и коллеги, и подружки, и родные. Все, кто меня знает, все, кто за меня болел, всем спасибо. Поэтому я скоро приеду, буду дальше работать. Ждите, и я вернусь, да. Да, я, кстати, первый раз уезжала на столь длительный период не работать. Для меня это было впервые. Если я уезжала, ну, я в 2016-м приезжала к Юре, была 8 дней, ну, это как-то так вот, незаметненько практически было. А сейчас это прям, приеду, посмотрю, кто же остался верен мне из клиентов. Кто вернется, кто не вернется, ну, не переживаю вообще за это абсолютно. Было бы здоровье. сейчас пришел Юрий Миродович сделал мне комплимент. Да, поэтому очень, очень, очень ценно, очень приятно. Круто, что он пришел в первый день и пришел сегодня. Даже он заметил разницу. Честно, прикольно, блин. Юра, огромный, низкий поклон тебе. Спасибо. Я поражаюсь твоему мегамозгу. Вообще, конечно, есть, есть на кого равняться, есть с кого брать пример. Это круто. Ну, и всем ребятам нашим всем спасибо. рада, что со всеми познакомилась, рада, что мы эти два с половиной месяца действительно раскрылись все по-своему, действительно сдружились. У нас была одна большая задача, у всех одна, и все шли к ней делать правильно, не косячить. как-то так. Гарик Юрьевич вообще огненный красавчик. Блин, такой невозмутимый, такой спокойный, наблюдает, сидит, молчит, где надо скажет. Ну, просто вообще. Круто было. Как мы его называем между нами девочками. Жилетка наша. Пойдем поплачемся ему, пожалуемся. Прикольно вообще. Вот так вот. Хватит, давай. Заялась сидеть, да. Всех люблю. Звук? Звук? Знаешь, сам? Думаю, да? разъем ? Я 제가 ходу. знала, pazитha тебе зо place смех. Продолжение следует...